здравствуйте сейчас подождите зайдем посмотрим минутку подождите вы так неожиданно сначала было написать а я да я думала у меня не получится может быть вот сейчас мы узнаем получится или нет так первый вопрос вы знаете что у нас все записывается выставляется в интернет да вы не против нет все давайте рассказывайте кто откуда зачем а это мы сергиев посада я вам только что звонила сказала что я не смогу разобраться со скайпом вот я разобралась а вопрос такой то есть просьба помолиться чтобы мы смогли к вам доехать зачем а помните мы с вами разговаривали что мы с мужем и вы сказали что мы можем вам приехать на крещение и просто с детьми там даже побыть возможно когда вы думаете чтобы да и что мы должны вам были сообщить до 1 июня но уже уже 3 но вы сказали что вы уедете 10 в деревню ну на два дня раньше я выезжаю 8 потому что 10 попадает на понедельник и нас ввести некому я остался в городе сейчас продукты заготавливать мы вчера только были вот у нас день деревни отмечался вчера а вы на наших ютубе то бываете бываю так вот вы посмотрите я бываю включу включу и делаю что-нибудь а там все показывает но два дня не было ну да но вчера у нас как раз там где деревне был был митрополит и все это мы выставляем к утру будут почти все ролики выставлены как приезжают как опять снова митрополит приезжал до до богослужение такое было богатое слава бога хорошо ну как вы смотрите если мы хотели если будет у нас если он уже все получится и он заработает деньги то мы бы хотели конечно крещению приехать но вы сказали что нужно заранее да вы знаете когда крещение то будет да вы сказали седьмого июля я вам путевку высылал нет но вы тут высылали все когда ехать чего как что то маршрутка там телефоны разные да да ну в общем то вас вооруженную да но будем ждать какого числа думаете выезжать ой ну это это зависит от того заработать ли мой муж деньги все таки и поэтому просим молитва а если все получится то выезжать конечно лучше бы в конце июня числа 25 25 июня да ну так это конечно вы намного раньше хотя бы дня на три приехать это было бы хорошо а так вы только а дома то вас кто остается никто собака но за ней буду смотреть так то никого нет там которые остаются без вас тоскливым нет таких нет то есть вас искать не будут не чтобы все у вас было по согласию что с собой брать нужно вам узнать не но мы и мы вас загружать не будем если мы будем с деньгами то мы сами о себе позаботимся ну позаботитесь да но когда поедете обязательно чтобы у каждого было две просто не наволочка пишет а я поняла материи потому что мы в таком месте она чужой посели вам неудобно вы там матрас и все остальное здесь на месте есть дело хорошо так и много места ну ну и белая нужно шить почти до полу как халаты надеваются это я помню да ну все вопросов как бы больше нет просто просьба помолиться так будем молиться вы скиньте имена свои как хорошо как кого звать может это как меня зовут галина а муж василий но я скину где вы находитесь сергиев посаде прямо сергиев посаде что вас там полное погружение прямо преподобного а как у преподобного рядышком здесь минут 20 и в лавре нет здесь есть полное погружение здесь есть и в хачкова здесь по благословению отца наума который уже умер там священники полное погружение практикнул делать где есть так где я просто хоть ковском монастыре это сколько от вас далеко нет это минут 20 там где родители преподобного сергия кирилл и мария а почему вы решили именно здесь крещение получить ну во первых просто там полный чин у вас это во первых во вторых хочется просто вас увидеть пообщаться с вами и я не знаю просто просто вас увидеть так у вас не курит муж курит но он бросит когда бросил нет бросит сказал так обождите маленько курящего вход запрещен даже в деревне да мы бы мы по я понимаю но я-то не курящая хорошо почему он курит если готовится к окрещению нет он может быть и не будет это я буду я точно буду а он еще все узнает о себе он о себе узнает о своей матери но себе за себе но что сюда чтобы табака не было с собой папирос даже он будет нет нет это он знает он знает это он будет искать выпрашивать у кого-то курить нет нет если он решит точно ехать то он точно не 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 будет курить в этом у меня веры нет это табак это особая форма объяснования да вот как это ему объяснить как ему донести что это такая форма объяснования ну как объяснить рождение свыше она все решает тут объяснение не надо враждебное богу мы храм божий разрушается человек 12 лет жизни теряет туберкулез что объяснять-то храм божий разрушается ты враг божий это очень серьезный вопрос это наркоман слабого это самый настоящий наркоман скажите а как вы то относитесь а вот я я просто себе хочу сказать вот он наркоман до сигарет на сигареты а я получается наркоман то что я люблю сладкое есть да нет это не наркотик это нормально а вы сладко не увлекайтесь это не полезно выберите разную зелень вот за лука растет как это ну когда это вот я делаю зелень то берем листья капуста свекла одуванчик от лопуха что растет там чеснок лук ревень все это режу мелко потом толку посолили и каждому чашку дает зелень это организм этим укрепляется там же есть еще и в разные там травы которые если у нас которые съедобные вот он мне просто говорит вот ты наркоманка от 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 сладкого да нет это не наркотик нет привычка это вас будут зубы болеть и зришки не надо вы сразу отрежьте это и соуберите сладкое мед единственное что можете брать мед но это может тут купить трехлитровая банка кажется 1200 вам одной банки по за глаза хватит самолете ввести ну так что вот игнатий тихонович просим молитв чтобы все у мужа сложилось и мы смогли к вам приехать так а родные это знают что вы поедете я сейчас не услышала прервалась родные знают ваши что вы собираетесь ехать так далеко родные ваши а я кстати кстати гнатий тихонович я прямо недавно была в новосибирске где-то полторы недели назад там живет мой отец как но мой отец он не крещеный совсем он азербайджанец да да но он хочет тоже но я я с ним не виделась 20 лет он нас мамой как-то оставил и с братом живет с другой женщиной но он как бы она заботился встречался к нам приезжал до какого-то до 17 лет а потом мы не виделись и вот я приехала к отцу и я думала оттуда поеду к вам но так все сложилось что я приехала сюда обратно и вот ждем когда папа наш заработает деньги и тогда уже к вам поедем так что никому не важно даже на поездку вас денег нету на да да сейчас нету а какая же это у вас работа такая что денег нету работа нет убава она василий работает он в больнице но он сейчас пока не работает потому что он работает на творческая у него работа он пишет а так он в больнице работает там 35 тысяч платят и все он в паллиативном отделении а вы живете как своя квартира или на снимаете квартиру мы не снимаем у нас пол домика этот домик остался нам от одного священника я ухаживала за его мамой а батюшкина мама умерла и батюшка тоже умер и нам дом остался вот остался нам дом пол домика на вас оформлен уже он ананас не оформлен но его продать без нас не могут потому что тут прописаны мои дети и еще там был такой документ что я могу этим домом пользоваться как бы так навечно как-то вот так оформленного нотариуса родите какого возраста и сколько дети старше 6 лет другой 4 и самый маленький вот сейчас у меня на ручках ему годик так вы берете с собой конечно а вы едете на своей машине нет мы на самолете у вас машины то нету а на машине то даже если была бы нет у нас нету но если даже брать ее в прокат например машину то это же очень далеко ехать но самолет то дорого и опасно вы считаете что лучше на машине если бы была своя даже разговоры нет тут мы-то в барнауле а мы проехали до дальнего востока владивосток а потом снова поехали лиссабон португалия прошли турцию скандинавию прибалтику 120 тысяч километров а тут 3300 всего тут вам не надо не на залах и в аэропортах нигде и ночевать и все есть никого нет который надо подумать над этим с вами кто поехал бы может что не близкие нет таких нет 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 никого но насчет машины можно подумать и этот вопрос можно решить по-другому а галина это вы я а муж василий хорошо а он значит выходил в эфире в эфире были мы встречались с ним мы с вами были в эфире мы с вами общались помните он был в зеленой такой рубашке не помню еще что-нибудь такой бородатенький светлый он что спрашивал или как он с вами общался насчет отца владимира головина и он не вальтер что он не вальтер вальтер звать да да вальтер вальтер так ты путаешь меня да я ж хорошо вас знаю вы мне понравились я говорю веселая подруга вот с василием то вальтер мы поговорите не не арендовать машину а может быть у кого-то ну кто-то дал бы или поехал с вами это было бы очень полезно намного намного дешевле и у вас все свое не надо там где-то и не не так рискованно а тут я вам отдельный дом как это кабинет отдельную комнату вы у меня будете совершенно отдельно жить своим хозяйством мы можем это сделать мы приобрели несколько домов и лагерное все целое так что насчет жилья тут вам не придется беспокоиться только для дороги брать там палатка или что там у вас будет ну не знаю надо подумать понятно так что теперь у вас а вы на крещение этого приезжает и головин приезжает сюда поэтому я не знаю он приезжает он сколько раз уже этого я не знаю он набирает собой там группу людей приезжают а ну да я слышала что вы говорили ну а я от него самого не слышала но недавно выступал там шахматного отвечает этот журналист который был ну и говорит это должен поехать его интересует как в наше время может быть создана община у его вопрос совершенно правильно он понимает и сказать что у него была община он видим и понимает что это другой ракурс совсем община созидается там где есть общее и общее самое доброе это не это не так что-то раз собрались мы вместе пропели там салон прочитали какой все мы уже община это не общая община когда одна душа да это большая тогда встретимся ну да большая такая работа вот создавать можно разные отделы там сообщества по пению по спорту по сельскому хозяйству а миссионерской групп вот они миссионерские отделы почти в каждой епархии создано они не понимают их нельзя создать у них никакого понятия ни у одного не в другую все не понимают миссионерский отдел он не принадлежит человеку он только богу подчиняется дух святой руководит этим он открывает надо наговорить или не надо куда тебя господь направит как как бы слышать голос божий они этого не знают которые набирают это там жестокие такие люди они нелюбимые нелюдимые прямо на всех кидаются они да вот как дворкин и считает что у них все нормально миссионер это тайна и они только по двое посылаются не по трое не по одному 12 апостолов по одному еще 70 апостолов а раз по два и опять двое кирилл мефодий двое моисей а рон двое а они даже этого не знают и поэтому такая у них грубая жестокость миссия это проникновение внутреннего духа это молитва всегдашнее постоянное доверие богу вчера у нас там был митрополит я сказал всем мест писания открыть в библии взяли будет к утру стоять вы посмотрите мое слово чтобы обязательно василий прослушал я беру я кого другие что я грешный супер грешный архи грешный это понятно но и он по-другому говорит 5 18 3 глава 9 стих прямо верующий сына рожденный от бога не грешит а дальше и не может грешить ни о каком табаке конечно и речи нет это грубый грех а почему не может потому что семя его в нем она дает плоды спрашивает а как вы боролись такими вот грехами страстями я не боролся а как все святые говорят а зачем не говорят первый раз когда склонился перед богом их когда встал может быть минут 20 была молитва то на себя который становился я смотрю настолько отчужденным тот человек мне не только не нравится я ненавижу все что он делал это полное перерождение бог дарует вот об этом надо молиться христос сказал 3 глава евангелия христиан и кто не родится свыше не может увидеть царствие божие не может увидеть даже на мытарствах не пойдет живьем в ад пойдет а сегодня этого не понимают это первое второе второе это быть вадимом духа божиим не сам я решил поехал а тебе бог будет отвечать и показывать это говорит римлянам 8 9 кто духа христова не имеет тот и не его да я причащаюсь я епископ если духа христова нет и не его чужой многие придут будут говорить не твоим ли именем изгоняли бесов я отвечу им никогда не знал вас вы считали это вот так это я вчерашнее слово было поели я когда вперед успевая поесть сразу владыка в уголке сидит там большие столы это все видно будет я говорю владыка благословите ну и стал говорить я в храме же кричат двери двери при мудрости вон мим я сразу двери закройте чтобы никто не убежал пока я не окончу говорить им не понравится потому что столько будет в горести для них на кладыка потом вы сильно моих священников не ругайте я буду еще заслужили то и получат змеи порождение хинины сколько людей загубили безразличием даже креститься то правильно не могут но вы послушайте посмотрите как мы его провожаем все как есть я книги им подарил там ну что ж галина готовься молись как бог даст да очень хочу да буду молиться и вы нас поминаете чтобы мы куда вас доехали но это само собой вы сообщите перед тем я выезжаю в субботу в эту пораньше маленько поедем на там уже видно будет у нас еще много работы потому что нанимать надо бульдозер и все той который я каждый год нанимаю это сразу обходится примерно 180 тысяч 180 тысяч это неделя на полторы-две деревенские не участвует это я каждый год беру за себя у меня пенсия 8000 141 рубль 33 копейки 8000 а как я молюсь и бог отвечает я уже выложил там миллиона на доноров землю дороги делать пруды и все это открыто перед богом ничего нету я не могу я знаю господь в нем еще проявляет свою силу хорошо игнати тихоныч пойдут давайте дети там я я вас благодарю спаси господи все свидание до свидания а